Главное не победа, а участие. Этот постулат барона Пьера де Кубертена, казалось бы, давно утратил свою актуальность для олимпийского движения, где сегодня борьба идет за каждый миллиметр и каждую долю секунды. Однако ямайские бобслеистки, кенийская горнолыжница, индийский саночник на играх в Пьенчхане вернули веру в олимпийский дух. А вот на хоровой чемпионат мира, который накануне завершился в Петербурге, коллективы приезжали только за победой. В этом убедился Павел Богданов. То, что припевать лучше хором, знакомо каждому из нас с самого детства. Видимо, в соответствии с этим девизом в Петербурге и организовали соревнование, которое в дни зимней Олимпиады выглядело более чем органично. Ведь здесь, как и на аренах Пьенчана, победитель определялся по системе, которую принято называть олимпийской – плей-офф. То есть проигравший в очной дуэли терял шансы пройти в следующий круг. И так от одной восьмой до самого главного раунда финала. Правда, в отличие от Олимпиады, соревновались не все вместе, а в соответствии со своей возрастной группой – от 7 до 25 лет. Что важно для молодых людей? Дух соревнования. Для них – это жизнь. И в данном случае этот формат, который мы придумали пять лет назад, он остается до сих пор единственным в мире. Больше таких соревнований нигде нет, поверьте. Совместить спорт и искусство – довольно неожиданное решение. Первое, что приходит на ум – популярный песенный конкурс Евровидения, итоги которого вызывают неизменно жаркие дискуссии. Но в отличие от этого популярного музыкального шоу, на хоровом чемпионате мира решение принимает только профессиональное жюри. Для того, чтобы нам понять, что из себя представляет коллектив, в принципе, нам достаточно послушать несколько секунд. Но для того, чтобы определить точно, конечно, необходимо прослушать не только все произведение, но и, вот как в этом чемпионате, несколько туров. Потому что, например, до сегодняшнего финала, я не буду называть конкретно коллектив, но мы были убеждены, что гран-при получит именно он. Но, к сожалению, полуфинал и финал показал, что совершенно иные коллективы сегодня получили гран-при. География нынешнего юбилейного чемпионата тоже почти олимпийская. Ведь участвуют не только хоровые коллективы из России, но и команды, вполне уместное в этом контексте слово, из Молдовы, Казахстана, Финляндии и Китая. Китайский коллектив, который приехал в этом году, это наша первая проба пера. Потому что наш чемпионат проходит в феврале, а у них Новый год. Поэтому у них по традиции, во-первых, все встречают, во-вторых, все радуются. Это в течение одной-двух недель. И поэтому то, что коллектив приехал к нам, это мы считаем такая наша маленькая организационная победа. Финал соревнований обычно проходит на самой статусной площадке. В этом году на сцене капеллы. Понять, что волнение участников и зрителей было запредельно вне трудно, достаточно просто посмотреть на эти лица. Минуты ожидания результатов, словно в комнате слез, и поцелуев на олимпийском турнире по фигурному катанию. Кажется, длятся почти вечность. И вот жюри наконец-то объявляет свое решение. Гран-при получают коллективы из Латвии и России. Эффектная точка чемпионата – церемония закрытия, которая символично совпала по времени с олимпийской. На сцене сводный хор всех участников соревнований, а это почти полторы тысячи человек. И в отличие от Олимпиады, здесь нет никакой дискриминации по национальному признаку. Культура пока еще объединяет совсем разные страны.